и всем привет мои дорогие подписчики и зрители моего канала с вами как всегда конька приветствую вас как всегда на моем канале это видос похвастаться своим витарем где люди хвастаться в интернете но также некоторые хвастаться своими профилями поэтому не вижу смысла тянуть погнали смотреть первый инвентарь на сегодня имеет у нас 48 тысяч рублей неплохо чё у нас тут есть тычки легенда 030 но им пофигу на флот принципе неплохо перчатки эти терпеть не могу детская неожиданность я их называю авиаказимов не blackscope очень близко к поношенному типа чистый такой для закаленочки топливный инжектор закаленка очень сильная так кровавый спорт 023 ему тоже пофигу принципе золотой спираль тоже пофигу 022 хорошая немного поношенный со стикером 010 ну неплохо наверное неплохой флот ну этому же не интересно вот отчет у нас 021 тоже неплохой флот на как понимаю здесь и на плейтера и на трейд потому что несколько лоши имеется даже до хрена калаша имеется опять же с чем согласен то что несколько ценовых сегментов да есть более дешевые более дорогие вот и типа да я согласен на трейдером вообще ништяк чувак по ходу трейдера из 48 тысяч хороший баланс для трейда так что чё братан удачи тебе мне понравился инвентарь следующий инвентарь нас насчитывает 12 тысяч рублей уже поменьше конечно магистра хранитель значок вот не знаю реально кто-то тратит вообще значки вот кто-нибудь тратил значки реально народ напишите пожалуйста как он нормально вообще потому что я даже пытаться не хочу так ну чё тут императрица шайна императрица чё ты сколько 026 элитное снаряжение после полевых у меня закаленная тоже стартрековская есть но принципе неплохо так чё на пламя дракона но поношенный 011 но понятно здесь мамкин инвестор короче если судить по сувениркам опять же еще один значок ну конечно по слове чем предыдущий инвентарь будем честным хотел что то есть еще хранилище ночью по ничью есть там непонятно им стикеры редки нередки ну в общем говоря в принципе тоже потратиться можно конечно так сувенирка это спорно и сегодня наверное инвентарь и вы ну отлагаешь может отлагал спасибо думал сегодня сказать все не витари будет очень сложно про чек за счет того что стим лагает но стим лагает вообще просто к конченной вот но в принципе неплохо 12000 нос конечно сувенир очки вот это все спорно но а так принципе по 3 тоже есть чё следующий инвентарь на сосчитывает тоже около 12000 так вижу наваху поношенный 044 блин лучше бы забыть и после полевых красная линия после полевых 015 какой-то стикер то какой-то смотрите какой-то дорогой даже секрет есть за четыре штуки 015 хороший чистый дальше у нас что тут код красный поношенный не хочу даже смотреть я думаю стикер драконе дешевый стикерит 018 за дофлот хороший я как понял здесь около ну не около здесь красный сет получается да здесь красный сетик ну и капсула небольшое количество это я как по он чисто чувак сенат взял на play на получается а где м к м к чуть не вижу ну блять ну не нитро под красный сет точно не нитро вот вышла новая м к ну как новая м4 1с она прямо завода что 200 рублей стоит после полевых будет стоить как твою нитро реально нитро бы заменил нахуй вместо этого взял бы айзек как-то так называется по-моему так 9 он реально вместо этого айзека будет вообще более-менее смотреться вместо этого тоже кстати ну а вот есть кровопутин и приступит он подойдет так что ну типа бюджетники дешевенький хороший красный сет единственно что я полностью не согласен с м к и следующий инвентарь у нас 1400 рублей чем мы видим калашик м очка вот про эту новинку я говорил начну уже с после полевых но 131 рубль но она гораздо лучше будет смотреться под красный сет спасибо большое то что подсказал нам подсказал мне точнее как это м к называть все время забываю ну то что хотелось бы сказать тут скинчики такие недорогие скажем прямо на будет чё по трейде конечно попробовать можно но слабоват инвентарь для трейда если на play как бюджетный то сойдет просто поиграть скинчик тогда а вы по какой-нибудь еще дешевый туда закину сюда будет принципе неплохо но с таким бариком будет трудновато трейдится поэтому если на трейд то он сложно будет если на play ну красиво прикольно но не хватает авика еще раз этот человек с сочным персиком которым я предлагал слезать подписчикам предыдущем видеоролике а дальше мастерской они будут показывать мастерскую спиздил честно у меня но она я сам не спиздил из интернета ну типа вот это прикольно сделано то что ниже ну я показывать не буду дабы не словить предупреждение на ютубе инвентарь 3400 ну чё у нас тут после полевых 024 неплохо океанское побережье поношное конечно не что инвентарь 3400 конечно потратить тут тоже есть что не бесспорно но трейдить будет такой сложновато даже сложнее чем предыдущий потому что предыдущего какие-то скинчики были такие ну прикольное океанское побережье блять она поношенная выглядит очень стрёмно неонуар закаленный тоже очень стрёмно выглядит хорошо хоть извинина не поношенная но так принципе прикольный инвентарь потратить можно но взял спиздил не ты из мастерской такой же как у меня сделал этот инвентарь особенно тем что вот этот школьник поднял у себя такой вот ножичек да поношенные до стартрек но чуваку по моему 11 14 лет короче школьника по моему 11 лет он писал что ему вот и человек как бы поднял вот такой вот ножик и это знаете очень круто в один свет поднять свой первый нож и даже у меня в 11 не было кино конечно стартрек и так далее то подобное как он поднялся я не знаю скорее всего поднялся трейдом это он не уточнял то есть он просто писал то что в 11 лет по-моему или в 14 сука забыл уже поднял свой первый ножик так что блять желаю удачи тебе и дальше трейдится следующий инвентарь на три с половиной тысячи чё у нас тут опустошительно поношенный можно после полей брать он принципе нормально смотрится 012 но это самое дорогое что здесь есть в интере дальше ну заговор еще можно посмотреть но опять же немного поношенный блять возьмите вы прямо завода да чуть подороже чё у нас тут ну и в хранилище что-то лежит опять же кейсов 586 блять продай их нахуй купи себе нормальных скинув блять ну такой то не то если на трейд то будет тоже сложновато потому что ну блять кому здесь кейсы которые ну вряд ли кто-то трейдит есть кто-то и хочет кейс открыть он просто покупать на торговой площадке лично мое мнение они идут пытаться традиция ну в принципе что то есть удачи тебе это затрадить следующий инвентарь на стоит 4000 легион анубиса немного поношенный 9 хороший чистый солнце закате льва 0 9 тоже во ночная буря блять ну прямо завод был бы лучше на 13 она она не любит плохие флоты так что ну такое себе поношенная калькана тем более не любит плохие флоты короче чё хотелось бы сказать вот здесь вот где флот вообще не ролят нормально здесь ли флот роляя получаю неплохо здесь где флот ролей полные говно но а понош resistant и конечно не буду ну потредить можно принципе можно потратить ну опять же я не знаю тип реально вот этот делал я не уверен что можно легко будет затрадить этот юз тоже на стакционом принципе претендий никаких не имею. Но вот этих два скина, я думаю, тебе будет очень тяжело затратить. Следующий у нас Дилда. Короче, здесь ничего интересного. И в инвентаре тоже нихуя интересного. Спасибо, что были с нами. Следующий у нас человек. Любитель подрочить на аниме мальчиков, поплакать в дождь. Ну, короче, мальчик, который как девочка. Что у нас тут в унитаре есть? О, что-то в унитаре есть. Я просто не заходил, не смотрел. Закаленный в боях, конечно. Ну, такое мое почтение, блядь. Ну, Дигл хороший. Закаленочка. Что, по флоту? Ну, можно было взять и погрызнее, а тогда переливается прикольнее в тени. Немного поношенный. На 14-е максимально закаленный для немного поношенного. Здесь 0.22 неплохо. Ночной ужас поношенный. Ну, понятно. Реально ужас, блядь. Хуй поспоришь с этим термином. Ну, и какие-то наклеечки. О, стоит как много. Как круто. Прям мамкин инвестор не иначе, блядь. Ну, инвентарь неплохой. На 14 кусков. В принципе, потратить есть что. Желаю тебе удачи. Следующий инвентарь на 1200. Все на месте. Да, козырной туз. Опять же, не знаю, кто эти значки трейдит. Вообще, вот реально, как у вас хорошо-нехорошо. Какой-то стикер. Слайн после полевых неплохо. Ну, блядь, давайте будем честны. Инвентарь слабоват и затрейдить такое будет очень-очень сложно. Но желаем удачи. Следующий инвентарь почти на 3 куска. Помню, раньше этот оперативник стоил до хрена. И плюс все его хотели. Сейчас стоит тоже не дешево. Такого оперативника, в принципе, можно попробовать затрейдить. Дождь из пули. Не знаю. Спорная эвка, конечно, мне лично не заходит. Ну, синий глянец. Был бы какой-то со стикердом, потому что снова синий глянц со стикердом. Всякие глянцы и так далее. Ну, какой-то инвентарь имеется на 3 куска. Ну, не знаю. Просто удача затрейдить, я думаю, тоже будет не особо легко. Но оперативники, ради правды, и вот этот тавик, я думаю, у него могут быстро улететь, если он постарается. И тут к нам вкусненький инвентарь подъехал. 153 тысячи. Ой, бабочка. Первая фаза. Волн. Ой, какая соска. Какая соска. Ля ты шо. Вообще красавица, реально. Обожаю бабочки. Первую, вторую фазу. Опять же, с первой у меня были приятные эмоции связаны, когда я случайно купил по автобаю в стиме. Так, что у нас тут? Моцикленные перчатки, блядь. Сочетание нахуй. Руки бы тебе оторвать бы, да и хуй привязать. Вот реально. Ну, как-то можно такое сочетать? Ну, тебе, блядь, ну, самого рвотного рефлекса нет. Ну, возьми ты под бабочку хорошие перчаточки. Ну, ёбаный в рот. Можно позволить... Человек, можете позволить бабочку, первую фазу, красавицу, блядь, и взять такое говно под нее. Бля, реально, ну, пиздец. Ну, ёбаный в рот, предохраняйся хотя бы. 0.18, да, чистый флот, но говно просто. Закаленка Стартрек, понятно. А он закаленочка, закаленочка, закаленочка. Чё по флотам? 0.63, ну, может было погрязнее, конечно. О, Блэкскоп. Хуй. Блин, вот эта бабка мне прям покой не дает. Я бы у него забрал чисто, блядь, по старой памяти. Сыграть бы с этой бабочкой. О, какая же она соска, блядь. Я прям не могу. Я смотрю на нее и кончаю просто, блядь. Ладно. Дальше чё у нас? Неоновый гонщик. Я не знаю, тут, кстати, на трейд или чё? Или как? Дигл, призма 0.24 нормально. Я, я не понимаю, этот чел на трейд берет себе или на плей? Ещё чё-то в хранилищах по-любому спрятано. Ну, да. Ну, короче, блядь, инвитарь классный. И чё могу сказать? Ну, тут типа на этом не пофигу. Чё здесь ещё? Кстати, за флот 0.14. Ну, флоты, конечно, не совсем на некоторых скинах удачные, но бабка, конечно, соска, блядь. И флот хорошая. Сама бабка хороша, конечно, первая фаза прям вкуснятина, блядь. Следующий у нас мамкин трейдер. Сразу видим то, что трейд, трейд, трейд. Это, по-моему, гнило или как в рэп-баттлах участвовал. Не знаю. Так, чё у нас тут в интере? Я в интере не заходил. Ну, профиль оценил. Типа, да, молодец. Круто. А чё у нас тут в интере? 2.600. Красная линия есть. 0.25. Хороший флот. Ну, может быть, был почище, конечно. Скоростной закалёнка. Планец после полей. Ну, типа, опять же, какой-то стикер. Это мамкин инвестор, блядь. Вот. Какие-то кейсы. Но, опять же, кейсы трейдер. Я не знаю, как это вообще получается у людей. Типа, я реально не вижу смысла в трейде кейсов. Ну, так тоже будет сложно затаять. Но, ради правда, здесь неплохие скины. Позатратить можно, но будет сложно и долго. Следующий у нас любитель аниме мальчиков. Вот реально, почему блядь, у меня все девочки. Вот реально вы можете зайти ко мне в профиль, посмотреть. Там у меня около 7 или 8 всяких таких витрин. И у меня везде девочки, блядь. У пацанов везде мальчики, блядь. Просто мне нравятся девочки, реально. Вот по моей логике им нравятся мальчики, блядь. Парни, переходите на девочек. Там целых две дырки. В отличие от мальчиков, где только одна. Ладно. Так, патина поношная. Фу, блядь, фу, нахуй. Спасибо. Спасибо, блядь. Аппетит у меня испорчен, нахуй, да на половину дня точно, блядь. Ну, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Остальное, конечно, даже смотреть уже можно и не надо. Остальное уже можно и не надо смотреть. Ну, здесь какой-то небольшой стикерит. Здесь такой себе стикерит. Ну, понятно. Ну, что, хотелось бы сказать. Удачи тебе вот это поменять. Но я бы с таким, блядь, не бегал. Я бы лучше с дефолтом играл. Ей-богу. Перчи еще более-менее, ну, блядь, поношный. Нуж выживание, сука, просто удачи. Как говорится, если тебе бьют по одной щеке, подставь вторую. Поэтому вот у нас тут вторая батина. Сейчас мне прилетит в щеку, по щеке. Так, перчатки градиент 0,53. Ну, закаленный довольно-таки. Немного поношный графит. Ебать, пиздец. Какой же, нахуй, пиздец. Реально. Давай, скажи мне, блядь, немного поношный фальшин. Тьфи, да блядь, кто б сомневался, конечно, нахуй. Просто, вот это еще куда-нибудь что? Это говно. Говно. Я думаю, да, поношный. Ну, как бы. Допишите в комментариях. На закаленных боях неплохо. 0,53 хороший. Будет нехорошо переливаться. Немного поношный, блядь, ну, прям завод более... Он, сука, капризный тоже. Причем, даже если вы возьмете прямо заводы, по-моему, с двумя нулями, все равно при неудачном потайне у него здесь, по-моему, коцается где-то на дигле. То есть, он капризный пиздец. Поэтому его только в чистейшем флоте брать. Азимов, да и хуй с ним. Дальше тут у нас, что, 0,15 хороший флот. Не понимаю, почему у всех орионы, блядь, после... Ой, немного поношный. Возьмите вы себе прямо с завода-то, а? Ну, разница там не такая уж колоссальная. Ну, самому уже, блядь, приятно будет играть с красивыми скинами. О, я интеграл. Блядь, тоже поношный. И счет в хранилище, естественно, блядь. Ну, инвентарь есть на 63 тысячи. Ну, знаете, вот эти 63 тысячи, вот реально, я бы вот мне бы сказали, кунька, типа, вот, можешь что-то выбрать из моего инвентаря. Чего бы ты выбрал? Вот, прям, вот он мне так говорит. Честно, блядь, я бы только, наверное, призму здесь взял бы. Все остальное, ну, пиздец, ну, реально, ну, блядь, ну, как можно набирать такие скины, блядь, с такими флотами, с такими качествами? Блядь, ну, это пиздец. Насколько надо иметь маленький член, насколько надо себя за это возненавидеть, чтобы просто себя наказывать за это, вот, глядя на такой инвентарь. Да, он дорогой, да, тут есть скины, да, может, у него получится это хорошо затрейдить, может, я просто, знаете, наговариваю. Ну, реально, вот мне всего этого только призма здесь зашла, блядь, остальное это просто пиздец. Дальше у нас вот такой вот профиль, что-то тут есть, даже видим, что есть, давайте посмотрим. Вот это прикольно, не знаю, если сам, сама нарисовала, блядь, просто респект. Ну, а если из интернета, так из интернета. Так, что у нас тут? Воу, так, у нас тут есть призма, которая лагает. О, все, отлагала. А, закаленочка 061, может быть, по закалению, конечно. Азимов после полевых, так, 034 механописька, 023, ну, вот этих оперативников можно будет затрейдить, попробовать. Ну, а остальное, это уже не так интересно. Ну, блин, не знаю. Типа на 7000. Ну, потрейдить есть, чё. Удачи тебе в этом. Просто удачи. Следующий у нас чёрт. Ну, это реально чёрт, чё я здесь ничего не наговариваю. Не знаю, вообще не сочетается. Тут, походу, это было с другого фона. Сейчас переделал фон, сделал черта себе. Ладно, чё тут в инвентаре? Давайте посмотрим. О, чё-то есть. Ну, на 35000, кстати, есть. Так, боу и даманское сталь после полевых. Ему, в принципе, похер на флот. 015, чисто очень флот. Гидра 015, тоже довольно-таки чистый флот. Ну, и здесь пофигу. Неонуар. 015, господи, это чё? 015. Да ладно, ты чё, всё 015, ну, а, сука, 017, отсоси, блядь. Ну, блин, слушайте. Чё хотелось бы сказать? Опанькино. Спасибо большое, нахуй. Мне всегда, когда я делаю такую хуйню, начинает чё-то лагать. Блин, ну, есть какой-то инвентарь, есть даже чё потрейдить. Я могу только пожелать удачи. Нахуй столько их себе набрал, бля. Хуй его знает, короче. Какие-то странные махинации здесь в инвентаре происходят, но инвентарь есть, куча скинов есть, за трейдить есть чё, да, то есть и красные линии разных качеств есть, и типа, о, кстати, гамм-волн 018, ну, тоже неплохо, конечно, говно, лучше прям завода, но хоть что-то. Так что, на трейдить есть чё, потрейдить есть чё, и я думаю, здесь человеку будет довольно-таки нормально такого трейдить, потому что есть много одинаковых даже скинов, но если, опять же, так много, я думаю, значит, всё-таки идут на трейд, раз человек столько себе их набирает. Ну, емочки даже есть, ну, реально, реально неплохо, молодец. Так, дальше у нас 616 рублей, кто-то поднял, мне, помню, писал, поднял то, что с нуля рублей инвентарь. Если это ты, братан, с нуля рублей поднять 616 рублей, ты просто красавчик, реально, просто, блядь, удачи тебе дальше поднимать инвентарь. Ну, а если только на чём, то-то там, может, я перепутал, да, то всё равно желаю удачи это затрадить. Дешёвый ценовой сегмент, может, и получится. Следующий профиль мы видим вот такой, очень красиво сделано, прикольно, реально сделано. Так, что-то у нас дальше. Дальше ничего интересного. Ну, давайте посмотрим, что в инвентаре, я не смотрел. Токси, давай, прогружайся. Ну, 656 рублей. Типа, удачи, просто удачи, я не знаю, как это комментировать, глянь, такие инвентарьи, как бы, ну, удачи тебе за трой. Очередной мальчик, который любит аниме мальчиков, ну, глянь, это уже, это их выбор, нам-то чё, нам всё равно. Чё у нас тут в инвентаре? О, фальшен, 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 0.15, ну, фальшен, у меня, кстати, не похер. Хорош, хорош, 0.15, считайте, всё равно, что немного поношно себе поимел. Ну, и сувенирка, я бы сувенирку открыл бы, а остальное всё в хранилище, попробую отгадать, чё у нас там. Фальшен неплохой, удачи тебе его затрейдить. Йота, я говорил, как девушку надо встречать парня, чё у нас тут есть? Тычковые ножи, доманская сталь, 0.21 хорошие, ну, остальное здесь уже ничего интересного. О, я помню такую, дарил своему другу хироки, вот эта золотая. Ну, правда, ему ещё 100 воров нравилось, но ему 100 воров дарил тоже. Короче, ладно, не суть. Ножик есть, удачи тебе его затрейдить. Следующий, ну, не знаю, просто решил осветить, опять же, человек любит, ну, здесь хотя бы любит девочек, здесь какие-то линки, хуинки, вон, можете ему в ВК написать. Так, ладно, погнали, чё у него тут в инвентаре? Инвентаре тут нихуя по сути нет. Ну, горячие грёстные, грачищные, я горячие их всегда называю, кровавая паутина, 0.21 неплохая. Ну, какой-то инвентарь опять же есть, что-то можно постараться потрейдить, я тебе могу пожелать только удачи. Следующий инвентарь у нас насчитывает 5200, всё на месте, калаш есть, МК есть, АВИК есть, СКАУ, Дигл, Юсп, ГЛОК, нет коглаков, так, ну, чё-чё-чё-чё-чё-чё тут интересного? Да, в принципе, нихрена тут интересного, если честно, ну, по крайней мере, для меня. Эти качества мы видели, капсулы я бы эти все открыл бы, но на стикере никакого нету, но какие-то скины есть, потрейдить можно, да и, в принципе, как на плей, тоже неплохо, ну, единственное, что поношенное я заменил бы на послеполевых, это заменил бы на прямо с завода, ну, а там дальше, конечно, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Опять же, любитель аниме мальчиков, который уже был в выпуске, посмотрим, чё у него тут изменилось, нихуя не изменилось, ну, и иди нахуй тогда. Так, следующий у нас тут тычки, чё-то тычков много, Северный лес, согласен, 0.22, ну, в принципе, нормально, пускай будет, ну, а дальше, конечно же, послабее, послабее, ну, блин, бардан, удачи тебе за трейдинг, скинчики какие-то есть, калаши есть, в принципе, есть, что по трейдинг, это уже хорошо, опять же, нож нет-нет, но всё равно можно попытаться за трейдинг, поэтому, удачи тебе в трейде. Следующий инвентарь у нас имеет 2.100, ну, так, м-очка есть, после полевых, молодец, 0.25, 0.17, отличный, мода, кстати, тоже капризная ещё по моде, 0.18, ну, по трейдинг есть, чё, желаем удачи. Следующий инвентарь у нас на 3.000 рублей, чё хотелось бы сказать, ну, после полевых, какие-то наклеечки есть, 0.31, конечно, такой себе, флот, картисэ, не мой поношный, 0.8, зато хороший, поношный я даже смотреть не буду, механописька, короче, чё-то есть, потратить чё-то можно, поэтому желаем тебе в этом просто удачи. Следующий инвентарь на 10.000 рублей, чё тут есть, нож выживания сажи, конечно, спорный, 0.37, вообще считать поношный, скоростной зверь закалёнка, 0.55, очень сильно закалённый, ну, короче, инвентарь есть, но, блядь, судя по тому, что я вижу, за трейдить тебе будет, вот, пипец как весело, поэтому, пожелаем удачи, давай, мы в тебя верим. Следующий профиль выглядит вот так, вот такая, тут у нас девочка, которая поднимает глазки, ну, мне, в принципе, заходит, мне нравится. Что у нас там ниже? Ниже браузер начал лагать. Чё он только на твоём профиле начал браузер лагать. Ну, прикольно, прикольно сделано, мне нравится. Надеюсь, сейчас ещё всё отлагает, и будет вообще всё, ништяк. Ну, в инвентаре у нас мышь повесилась, но профиль классный, мне понравился. Тупо моё лицо, когда я вижу патину в инвентаре, патина, стартрек поношенная, фу, блядь, фу, нахуй, блядь, но это специально, мне кажется, мне специально кто-то троллит, блядь, он продал нахуй весь инвентарь, причём, видите, 8 дней, то есть он буквально, а, нет, 6 дней, два дня назад он, блядь, его, наверное, специально купил, чтобы меня позлить, блядь, такое говно, пиздец, нахуй, всё, свалим его отсюда, блядь. Следующий у нас клиент, помимо того, что любит мальчиков, так ещё и зоофил. Ладно, шучу, шучу. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Не знаю, что за комисс, но прикольно сделано. Ну, здесь профиль передает моё почтение. Вау, прикольно. Реально прикольно. Что-то нас дальше. Ну, в принципе, больше ничего интересного, но зоофилы, конечно, это что-то новенькое у нас. Ну, в инвентаре 4300, второй игрок. Ладно, прямо заводочек. О, 008-й, неплохой флот. Ну, профиль мне понравился, она, конечно, намного больше, чем в инвентаре. Классно. Людмила Пупкина, готов к мясорубке. Ну, я уже говорил про это. Плохо зациклено. Удачи. Что у нас тут в инвентаре? Потому что мне говорят, тебе что-то не понравилось, всё переделали. Кто говорил, уже не помню. Закалёнка. Ну, инвентарь, я крен его знает. Короче, куча всяких стикеров. А в инвентаре, в принципе, ничего нового интересного не появилось, по-моему. Ну, поспорю, давайте глянем 022-й. Закалёнку даже смотреть не буду. Здесь 022-й. Ну, хера знает, на что здесь надо было посмотреть. По-моему, ничего здесь не поменялось. Здесь по-прежнему такая... Нет, гифка тоже криво зациклена по-старому всё. Короче, хуй его знает. Удачи. 276 рублей. Если поднял с нуля рублей, круто. Если собираешься с этим тратиться, удачи. 1263. Опять же, если поднял с нуля, круто. Если собираешься этот тратить, просто удачи. 64 рубля. Настя Мирная. Удачи. 3236. Закалёнка даже смотреть не буду. Регионка. Чё у нас по региону? 017-й неплохой. Тут у нас чё, опустошитель, блядь, закалёнка, понятно. Короче, удачи. 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 Следующий. Красивая аватарка. Ну, вот эта. Мне лично такое не нравится. Я люблю, когда это более живо выглядит. Тоже дохренища витрин. О, даже там какой-то ножичек есть. Надо посмотреть. Дохрена, витрина. А чё полагаю? 67-й. Получается, ещё в магазин очков Steam докупил. Понятно. Ну, вот здесь вот надо через прозрачный пробел делать, чтобы таких подписей не было. А, ну, здесь всё сделал так. Неправильно, короче. Есть специальный прозрачный пробел. Переделай. В интернете найди, типа... Ну, не прозрачный, невидимый пробел. Название вставляешь, как у меня, допустим, на витринах. И вот этих вот дебильных цифр не будет. Поэтому лучше сделать так. Ну, давай в инвентаре посмотрим, что у тебя есть. Лор сварился, будешь есть. Лор, керамбит, закалёнка. Но 54-й довольно-таки сильно коцанный. Блин, вы знаете, вот я так смотрю на весь этот инвентарь. Инвентарь неплохой. Но, бля, этот лор, это всё портит просто. Лор реально всё портит. Просто пиздец. Вот неплохой же инвентарь. Реально есть, что потрейдить. Реально хорошо. Я думаю, зайдёт на трейдинг, конечно, про места трека, блядь. Типа, реально, что-то есть. Какие-то скинчики неплохие есть. Но вот этот лор, конечно, портит всё нахуй. Лор и скотч я бы заменил бы нахуй. Остальное бы так же пытался трейдить дальше. Следующий счастливый обладатель бабочки. Чё у нас по бабке? Давай посмотрим. 0,36-ая. Сильно, 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 конечно. Но эта бабочка после полевых, я думаю, легко можно затрейдить. Прямо с завода. Вот какой графит, блядь, должен быть. Предыдущий был графит курильщика, а вот нормальный графит. Вот, прямо с завода. 0,03, блядь. Ну, первый ноль не говорится, просто 0,03. Поэтому вот это круто, вот это молодец. Закалёночка. Ну... О, 0,78-ая. Хорошо будет в тени переливаться. После полевых ему, в принципе, похер на флот, но всё равно после полевых это хорошо. И ой, вообще максималка. Он 0,79. Это вообще максимум для этого дегла. Вот. Но это очень здорово. Согласен, тени будет охуятительно переливаться. Здесь, знаете, вот если вот так вот взять, убрать юст. Да, а, нет. Всё равно здесь розовый фиолетовый сет не получится. Но если вот так вот, да, меня бы спросили, Кунька, что бы ты хотел из этого инвентаря, я бы сказал, дайте что угодно. Вот отсюда и вот так вот. Вот это нахуй мне не надо. Вот. А вот это, блядь, ну это, конечно, прикол вообще. Хороший-хороший инвентарь. Мне нравится. Вот здесь тоже, знаете, вот тоже дорого вроде. 62 тысячи. Но здесь прям всё в тему. Всё прям красиво, чётко как надо. Следующий инвентарь у нас на 3,800. Почти 3,900. Орбита, помню, выбивался я такой. 0,16-ая хорошая. Это я даже смотреть не буду. Тут 0,24-ый. Неплохо. Можно было, конечно, почище, но всё равно неплохо. Наклеечки, нашивочки, короче, всякое такое. Потрейдить есть ещё. Но опять же, человек мамкин инвестор, конечно. Ну, желаем чё? Желаем удачи тебе за трейдинг. Следующий страшный сон эпилепсика. Дальше что у нас тут в унитаре есть? Что-то в унитаре да есть. Давайте посмотрим. Перчатки детская неожиданность. Ещё и поношная вообще, я заебись поношная, понятно, блядь. Человек, по-моему, честно, абсолютно. Нехуй. Удачи тебе это за трейдинг. 5000 инвентарь, распространение поношенное, закалённое, понятно, закалённое, блядь. Поношенное. О, хоть после полевых хоть что-то, блядь, поношенное. После полевых 2 скина нормальных, остальное качество оставляет желать лучшего, блядь. Удачи тебе это за трейдинг. Следующий инвентарь 218 тысяч. Ебануться. 218 тысяч, конечно, подешевле, чем у меня, но всё же. Реально, чуть-чуть дешевле. Ой, блядь, Стартрек, бабочка. Сука. Блядь, пиздец, нахуй. Просто пиздец. 0,21, хороший для после полевых, ну, блядь, ну, блядь, ну не Стартрек же, ну, ёбаный в рот. Ой, ладно, коготь, мраммный градиент. Блин, ну, ладно, мраммный градиент, это хорошо. Повышенное кровяное давление, или как оно это, просто кровяное давление. 0,37 для после полевых, считай, поношенное в руках. Складной нож, ну, такое себе удовольствие. Опять же, Стартрек, блядь, еще Стартрек. Блядь, странно, что не Стартрек, нахуй, надо исправлять, блядь, давай Стартрек, блядь. 0,20, ну, короче говоря, самое нормальное здесь в интере, это коготь, блядь. Вот реально, коготь, и все. Ну, лавик неплохой, дикой пламени, немного поношенный, на 12, но все равно лучше, чем, блядь, хуйня вот эта вот, типа, блядь, ну, блядь, ну, не знаю, может на трейд, конечно, на сейлинг, как-то очень лоу-бал, ну, как лоу-прайс, точнее, не лоу-бал, а лоу-прайс, очень увал. Ну, блядь, да хуя Стартрек, это пиздец какой-то, блядь, бабочка Стартрек, ебаный в рот, как же больно на это смотреть, я раньше плакать начну. Ну, коготь неплохой. Остальное, конечно, моя мама тракторист. Ну, коготь я бы себе забрал, конечно, но у меня, по-моему, на коготь, а может что-то и найдется. Короче, если захочешь в минус уйти, кидай мне коготь, и я тебе найду, что отправить. Белый, красный наш прекрасный сет. Перчаточки, видим, видим, ага, ну, я этот инвентарь помню, да, тут, по-моему, красный за Т, синий за КТ, вижу то, что, да, инвентарь начинает обретать новые краски, инвентарь уже в 60 тысяч почти, но, что хотел сказать, предыдущее мнение свое менять не буду, инвентарь сделал классно, прикольно, единственные точки здесь нахуй не нужны, лучше доделать тут сет, инвентарь, но, очень все круто, здорово, опять же, я думаю, здесь уже у человека есть свои какие-то там планы, тактика на это, поэтому, пускай дальше будет собирать, я думаю, как прям кончит до конца, хотя тут уже, по-моему, все до конца кончено, а где Бизон за КТ? А где Бизон? вижу Бизон, ну, слушайте, реально классный инвентарь, и здесь получается у нас огонь и лед, красавчик, удачи, ну, ну, и тут что у нас, тут какой-то профиль, здесь между иномарок засунули Жигули, точнее, вот они, две иномарки, а основной какой-то говно, ебаный Жигули, блядь, или что-то типа того, копейка, хую знает, а так, давайте посмотрим инвентарь, так, что-то похоже на розово-фиолетовый, походу, ну, закаленочка, здесь розово-фиолетовый, ну, блядь, удачи тебе это затратить, просто мне больше сказать реально ничего, просто удачи. Следующий человек, которого вы возненавидите, кстати, просил вам похвастаться, что у него почти 17 миллионов обменов, ой, 17 миллионов, 17 тысяч обменов было совершено, человек, которого вы будете возненавидеть, вы знаете, за что? За то, что, как он опять же говорит, он забрал эти тычки, эмирай, забрал их за деф, то есть, он то ли купил их по автобаю в стиме, по автобаю, блядь, ножичек, который стоит 51 тысячу, так-то, то есть, стим стоит десятку, а на трейд такой 51 тысячу, блядь, но опять же, с его слов, точно их не знаю, цифр, ну вот, то есть, и купил, то ли купил, то ли забрал по автобаю, блядь, ну короче, за деф, как обычно, тычки по стиме, только они стоят 51, заебись, но он еще обещал мне их отдать, не знаю, будем смотреть, ждать, через 5 дней спадет трейдбан, и мы узнаем, отдаст он ли мне их, нет, но если что, я шучу, шучу, конечно же, но хуй его знает, ебанутым не дает покоя голова, то одно, то другое, блядь, так что, будем ждать, и кончает у нас сегодняшний видос, бездарь, так, что у нас, распространение после полевых, 0.23 нормально, блядь, немного поношенный, 0.8, ну такой себе поношенный, ему на флот похуй, ну ладно, 0, так, 0.33, ну такой себе, опять же, капризная эта хуйня, ну, здесь гидро, кстати, немного поношенный, 0.14, какой-то инвентарь есть, затрейдить есть, ну блядь, как по мне, вот это будет реально затрейдить, вот эти три скинчика, ну может и вот эти еще, вот это, конечно, будет очень спорно, прям, дигл будет очень спорно ему затрейдить, но пожелаем удачи, ну а на этом у меня сегодня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на новые видео или стримы, ну а с вами был Каек Седакунь, и желаю всем позже, подружек, доклады, тиммейтов и дорогого шмота, если вы тоже хотите поучаствовать в видеороликах, пишите мне в ВК, либо кидайте просто трейд какой-нибудь мне в Steam, все ссылки в описании.